И пока вас не очень много, я бы хотел рассказать вам о интересной колоде, которую вам следует попробовать. Она называется Хенсельт на погоде. Ее основа, как вы уже могли понять, это погода. Особенно сочетание романтии со штормом Скеллиги. Также пока не панифренная засуха. Также можно использовать Рагнарог. Также в колоде ключевыми картами является Кровавый Барон, которого вы вытаскиваете в последнем раунде вместе с Виллин Тримерта. Счетом его особенности, то что он всегда лежит на топ-деке, вы его можете вытащить на 18-20 и более силы, если противник спамит вам стол. Все остальные карты тут построены исключительно для того, чтобы выиграть хотя бы один раунд, первый или второй, и потом завершить все в третьем с помощью Виллин Тримерта или разведчиков из Кринфрида, которые также вытаскиваются и дают на стол очень большое value. Цири и Тайлер тут тоже обязательны, потому что они дают преимущество по картам, без которого использование финишеров считается затруднительным. Важный момент, есть еще тут Шиала, она тут для того, чтобы можно было замулиганить Барона в третьем раунде тоже, и если она вам пришла на руки, то с помощью нее можно вытащить Барона даже в третьем раунде, после того, как вы его замешали в колоду. Далее, чтобы обеспечить розыгрыш юнитов, есть подкрепление, то есть с помощью него мы таскиваем либо Шиалу, либо Тайлера. С помощью легкой кавалерии Буры Харугви мы чистим колоду, то есть в первом раунде можно вывалить 12 единиц на стол, просто ничего не делая. Когда противник достигает преимущества в 20 очков, то сразу выскакивают эти товарищи. С помощью Тайлера можно форсировать их выход, но тут такая проблема, что у нас всегда на Тубдеке лежит Барон одной из карты, а вторая карта это смулиганенный ранее всадник. Поэтому тут стоит пользоваться Тайлером аккуратно, то есть обычно, если в первом раунде вы смулиганили двух всадников и играете Тайлера, чтобы почистить колоду вот этих всадников, он предлагает вам выбрать из Барона, который у вас точно на Тубдеке, и одного из всадников. Привет, Кирилл! Сейчас я дорасскажу и поиграем. Ну, давайте посмотрим, как это играется. То есть тут, в принципе, неплохой Эвенрейт имеет колода. Вчера я ее обкатывал. В принципе, все. Я не уверен, что она будет играть после того, как понефрят засуху и Рагнарог, но пока она довольно эффективно себя показывает. Давайте смотреть. Садись к столу, давай выпьем! Ты хочешь мира? Так сражайся за него! Ну вот, о чем я и говорил. Два всадника. В стартовой руке не должно быть всадников и только один разведчик из Кринфрида. Потому что дальше нам приходить будет только Барон. У нас также в руках Шаала. Ее тоже будем оставлять на последний раунд, чтобы как можно больше юнитов вражеских убить. К сожалению, двое кандалов. И нет погоды. Никакой. Так, и мой ход. Ну давайте Шторм сыграем. Вдруг у него нету антипогоды в руке. Он, скорее всего, на первый ряд будет выставляться. Потому что он либо на Стражницах, либо... Нас сбросишь, что маловероятно. Конечно, друг. Кстати, с помощью разведчиков из Кринфрида можно попробовать выиграть один из раундов. Первый или второй. Если аутов больше не видно. Одни кандалы нам точно не нужны. И смулиганить в этой колоде не получается. Потому что мы всегда мулиганим барона. Поэтому в данном случае можно их использовать. Я думаю, что этот раз мы попробуем затащить этот раунд с помощью разведчиков. А там уже будем рассчитывать на Вилентремерта, который, возможно, к нам зайдет второй картой. А может и не получится этого сделать. Так. Так. Так, 7 минус... Так, это мало. Играется только точно так же, как любая колода на спылах. То есть мы просто выманиваем из противника все юниты. Он не понимает, что происходит, потому что Хенсель-то в основном на спылах не играют. Поэтому он долго думает. Ну, он продолжает... Ага, вот он чем бафает. Так. Так. Максимум будем стараться вытянуть этот раунд. То есть, что, закончим его разведчиками. Но вообще они очень хорошие финишеры. Если ты вытаскиваешь их по последней картой, то очень хорошо получается. Он отдает нам раунд. Ну, к сожалению, преимущество получить не удалось. Карты погоды не зашли. Он не захотел ставиться в шторм с Келлигер. Ну, вот и романтия, которая поможет нам сыграть еще. Вот эта неприятность, которая преследует эту колоду. То, что если тебе зашел разведчик из Кринфрида, то тебе не повезло. Но зато... Зато зашел Вилентремерт. Всегда мулиганишь барона. И при этом у тебя, если что-то зашло лишнее в руку, то ты это не можешь никак использовать. Но мне в этом раунде, чтобы прокачать... А, барона мне прокачивать теперь по большому счету не нужно. Потому что у меня в руке все еще разведчики из Кринфрида. Поэтому давайте выиграем хотя бы одну карту. И дальше будет видно. У него там Керис нету. Нет, у него Керис нету. Поскольку мы шало уже сыграли, то в третьем раунде мы барона будем не ей вытаскивать, а заберем барона, насколько бы он юнитов не был. И отмулиганим одного разведчика. Ну, на 8 барон, в принципе. Чтобы сделать комбо, достаточно. Также важно иметь кандалы на последний раунд. Ну, это особенности игры с Вилентремертом. Можно, кстати, Тайлера еще сыграть с помощью... Нельзя терять времени. Чтобы получить преимущество по картам. Сейчас мы сыграем Тайлера и потом поставим его в Штормскеллиге. Так будет эффективно. К сожалению, не выпрыгнули наши миньончики. Возьмем Цири, конечно. То есть как можно больше золота в этом раунде решает ситуацию. Сейчас мы поставим Штормскеллиге с помощью Романтии. И он будет хорошо их промывать. Вот видите, эти подсосы выпрыгнули тоже. Если он его снимет, у нас есть еще засуха. Необычная у него колода. Так, тут надо не прозевать Вилентремерта. Ну, хорошо сейчас зайдет землетряс. Ну, это ему все не спасет, сами понимаете. Ну, так, продолжаем страдать фигней. Так. Ну, мне кажется, Штормскеллиге пока эффективнее, поэтому мы сыграем Цири. Ну, так, нормально, по 6 моет. Хотя засуха тоже будет по 6 мыть. Сто тысяч телег с мыляных бочек. Так, ну, мы сейчас сыграем засуху. И следующим ходом ставим Вилю. И что, мне его на кочергу перековать? Неплохой такой финишер получается. Модерн Фрей терпеливо, но оскорблений не прощает. Ну, он прикрывается. Жалко, кандалы не на кого. Ну, вот и цель для кандалов. 15 и 9 он убьет, да? Может, и не хватит Вилю. А может, и хватит. Смотря что у него там осталось. Ну, в данном сетапе очень сильно засуха решает, потому что противник сдался. Ну что, ребят, обзор закончен. Давайте теперь играть нормально. Модуш.